Приветствую всех слушателей онлайн-курса «Библиография просто о сложном». Тема нашего занятия – виды ссылок и особенности их оформления. Библиографические ссылки оформляются в статьях для научных журналов, материалов конференций, сборников научных трудов. При оформлении библиографических ссылок используют ГОСТ 705-2008, библиографическая ссылка, ГОСТ 70108-2022 – библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях, и ГОСТы на сокращение. Будем исходить из того, что ГОСТ 705-2008 – все объекты описания рекомендуют называть документами. На слайде приведено определение библиографической ссылки. Основное требование к ссылкам заключается в том, что библиографические сведения должны обеспечить идентификацию и поиск документа. Ссылки составляются на все виды цитирования и упоминаний документов в тексте работы, даже если это не прямое цитирование, а косвенное. По составу элементов библиографические ссылки бывают полные и краткие. Первичная ссылка – всегда полная, содержит максимальное количество информации о документе. Повторная – краткая, то есть более лаконичная, содержит сокращенное количество сведений о документе. По месту расположения различают ссылки внутри текстовые, подстрочные, затекстовые. Рассмотрим отличия библиографического описания и библиографической ссылки. За основу составления ссылки можно взять библиографическое описание документа. Особенности оформления ссылок. Разделительный знак между областями описания точка тире заменяют точкой. Применяется сокращение слов во всех элементах описания, кроме заглавия. Слова сокращают по ГОСТ 7.0.12 и ГОСТ 7.11.2004. Сведения об авторах, приведенные в начале описания, за косой чертой, в сведениях об ответственности, не повторяются. Внутритекстовые библиографические ссылки. Внутритекстовая ссылка содержит сведения о документе, не включенные в текст работы. Внутритекстовые ссылки используются редко, потому что они визуально разбивают текст документа. Внутритекстовые ссылки оформляют в круглых скобках после цитаты или упоминания источника. Если используется прямое цитирование, то в ссылке указывают страницы, на которых размещена цитата. Если цитирование косвенное, то указывается общее количество страниц цитируемого источника. На слайде приведены примеры внутритекстовых ссылок на документ в целом и на часть документа. Подстрочные библиографические ссылки. В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте сведения об объекте ссылки. Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используется знак «Сноски». На слайде приведены примеры подстрочной ссылки на конкретный фрагмент текста и на документ в целом. Затекстовые библиографические ссылки. Затекстовые библиографические ссылки повторяют имеющиеся в тексте документа сведения об объекте ссылки. Для связи с текстом документа указывается в квадратных скобках отсылки порядковый номер библиографической записи. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент документа, то в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых размещена цитата, разделяя их запятой. На слайде приведены примеры оформления затекстовых ссылок на цитату и на весь документ в целом. Следует разграничивать совокупность затекстовых библиографических ссылок и списка литературы. Библиографические ссылки в перечне затекстовых нумеруют и располагают порядки цитирования или упоминания в тексте. При статейный же список литературы помещают после перечни затекстовых ссылок. При статейный список литературы включают записи на документы по теме статьи. Списки литературы оформляют по ГОСТ 7.0.1.2018 библиографическое описание и библиографическая запись. Библиографические записи в пристатейном списке литературы нумеруют и располагают, как правило, в алфавитном порядке. В рамках данной темы мы рассмотрели виды и особенности оформления библиографических ссылок. Тема следующего занятия – библиографическая ссылка на электронные документы. Продолжение следует...